Привет, моделисты! В сегодняшнем видео я покажу и расскажу технологию нанесения пиксельного камуфляжа на примере французского колесного танка ERC-90, который пришел на смену танку AML-90, видео про который тоже есть на моем канале. Этот танк я буду делать в камуфляже принадлежащему мексиканской армии. Сборка танка прошла без каких-либо проблем. Отличный набор от Tiger Models, я вполне могу его рекомендовать и новичку, который овладел базовыми навыками моделизма и аккуратности при сборке модели. Субтитры подогнал «Симон» И первое, что делаем после сборки, это грунтуем модель. Я использовал белый грунт от Amamig номер 2022. После высыхания грунта наношу первый цвет камуфляжных пятен, смесь красок Amamig 057 и 119. А теперь начинается самый увлекательный процесс. Для нанесения масок я использовал модельный скотч и специальный трафарет для нанесения пиксельного камуфляжа от фирмы Jazz номер 3850. На этом трафарете есть несколько вариантов ширины квадратиков. Я использовал 2 мм. Сверяясь со схемой камуфляжа, я рисую контур пятна на скотче. Далее острым ножом вырезаю получившееся пятно и наклею его на модель. И хорошо разглаживаю скотч на модели. Вот так выглядит первый слой масок на модели. Далее покрываю всю модель следующим цветом и повторяю процесс нанесения масок, сверяясь со схемой. Опять покрываю модель новым цветом и наношу оставшиеся маски для коричневого цвета. И наконец покрываю модель последним четвертым цветом. Обратите внимание, модель почти полностью покрыта масками из скотча. Ну а теперь самое интересное. Снимаю все маски и наконец вижу результат своей двухнервной работы. Конечно в некоторых местах, где скотч неплотно прилегал к модели, были небольшие поддувы краски. Но это все легко и быстро я поправил кисточкой. Покрываю модель глянцевым лаком. После полного высыхания лака я наношу на модель смывку для африканского корпуса Atama MIG номер 1001. Даю смывке высохнуть около часа и приступаю к стиранию излишек смывки с помощью ватных палочек. Пиксельный камуфляж работает даже на масштабной модели, скрывая все ее детали. Для того, чтобы их немного подчеркнуть, я выделяю их разными оттенками масляной краски. Темную наношу в углубление и растушевываю ее чистой сухой кистью. Субтитры сделал DimaTorzok И по тому же самому принципу наношу светлую краску на выступающие грани модели. После чего также ее растушевываю, используя чистые сухие кисти и ватные палочки. Субтитры сделал DimaTorzok В конце, как обычно, покрыл модель слоем матового лака и вот что получилось в итоге. Друзья, спасибо вам, что смотрите мои видео. Нас уже более тысячи человек на канале. По статистике канала я вижу, что 80% всех вас, кто смотрит мои видео, не подписаны на канал. А у меня в планах еще много интересных и полезных видео. Поэтому я предлагаю вам подписаться прямо сейчас, и тогда вы не пропустите выход новой серии. Пишите ваши вопросы и отзывы по этой работе в комментариях. Я читаю абсолютно все ваши комментарии и отвечаю на ваши вопросы. Все использованные материалы в этой работе указаны в описании. Спасибо, что досмотрели видео. Подписывайтесь на канал. И скоро увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok